Добрый вечер, среда. И как всегда в это время программа «Разговор» на телеканале ТВ-5. Ближайшие полчаса с удовольствием с вами проведут Наталья Зайченко. С большим удовольствием. И Максима Наприенко. Я надеюсь, все уже настроили свои планшеты и телефоны на интернет, зашли в соцсети «Контакты», «Фейсбук». Там нашли группу ТВ-5. Пишите нам вопросы, высказывайте свое мнение на тему, которую мы будем обсуждать сегодня. Мы зачитаем все ваши комментарии. Обязательно сопровождайте свое сообщение тегом «Разговор ТВ-5». Также можете следить за нашей онлайн-трансляцией на сайте tv5.zp.ua. Ну что, совсем мало времени осталось до дня голосования. Сегодня поговорим о важности голосов каждого из нас. И поговорим о телемарафоне, который пройдет в день выборов, в день голосования на телеканале ТВ-5. Да, мы же не могли остаться в стороне. Смотрим. Вы можете не голосовать, потому что ваш голос ничего не решает. Но это не так. Проголосуйте, потому что сейчас, как Николы, мы, граждане, должны держать Владу под контролем. Если вы не голосуете для себя, проголосуйте для своих детей. Я голосую, потому что хочу, чтобы мой брат вернулся домой живым. Я голосую, потому что хочу, чтобы у меня был голос. Расскажи об этом трьем друзьям, а они пусть расскажут еще трьем. Это очень важно. 25 жовтня прийди на выборы, а после вмикай телемарафон. Виборы 20.15 на телеканале ТВ-5. Отчуй важность своего голоса. 25 жовтня о 19-й године телемарафон. Виборы 20.15 на ТВ-5. Ну что, я с большим удовольствием хочу представить наших гостей. Это Сергей Мамаев, директор Департамента информационного вещания телеканала ТВ-5. Добрый вечер. И Игорь Белышев, ведущий программы «Новости». Буквально два часа назад все тебя видели в прямом эфире ТВ-5. Добрый вечер. Ребят, добрый вечер. Я предлагаю наш разговор сегодняшний разделить на две составляющие, как и было в ролике. Первое – это важность голоса и важность этих местных выборов сегодня, в сегодняшний день. И во второй части, когда поговорим о том проекте, который вы и мы все вместе готовим в день выборов. Вот скажите, что для вас голос этот, и насколько он для вас важен, и почему? Я с самого первого своего голосования, 18 лет, был уверен, что от моего голоса что-то зависит. Я, в принципе, идеалист какой-то такой, и думаю, что один человек может поменять мир. И почему не пойти, не помочь поменять тому, кто готов тебе поспособствовать, ну, человек, который выдвигается, да? Я считаю, что это правильно, что от моего голоса что-то зависит, и зависит много. И уверен, что каждый, кто придет, особенно, мне хочется отдельно сказать молодым людям, не думайте, что политика, она как-то останется без вас. Она будет с вами, и то, придете вы на участок и проголосуете ли, зависит ваше будущее. И плохо, когда ваше будущее будут выбирать, например, пенсионеры. Там бабушки, дедушки, вы должны выбирать свое будущее. Это возможность прийти и проголосовать. Игорь, вот, судя из ролика, который мы видели, он даже больше получился социальный, чем промо-дивернала. Я так думаю, что ты тоже, да, разделяешь это мнение и акцентируешь это внимание. Абсолютно. У меня ситуация похожа с Сережей. Как бы вот там на начальном этапе, там юности какой-то, я очень верил в это все дело. Но потом наступил какой-то такой момент, я не знаю, что это был, юношеский нигилизм или что-то другое, когда я вдруг решил, что я далек от политики, я политичный человек, мне это неинтересно, и я не буду ходить на выборы. Ну, слава богу, длилось это недолго. Потом все-таки, наверное, с возрастом опять же приходит понимание о том, что ну так не бывает. Если ты самоустраняешься, значит, ты потом и не можешь предъявлять какие-то претензии к тому, что происходит. Тебе что-то не нравится, ты возмущаешься, но ты же сам самоустранился от этого. Но будь добр, принимай как есть. Да, мне еще нравится фраза, а кто его выбрал? Так ты же на него не проголосовал, не пришел. Ты и выбрал, в том числе и отсутствовал твоего голоса. Абсолютно точно, да. И поэтому сейчас я считаю, что даже если вам не нравится ни один кандидат, ни одна партия, но тем не менее, ну тогда поступайте по принципу, выбирайте из двух зол меньшее. Ну что ли так? Ну опять же, многие оставались безучастными, абсолютно точно, да. А много ли среди ваших знакомых тех, кто наотрез отказывается идти на выбор? У меня, к сожалению, есть такие знакомые, друзья, вот какими аргументами их убедить? Как убедить, почему нужно голосовать? Ну если это молодые люди, то да, надо объяснять, почему голос власть. Молодые люди. Да, молодые. Да, молодые люди. Тогда они просто еще до сих пор не ощущают. Ну наш круг, вот да, наш общий круг общения, это во многом люди образованные и люди, которые понимают, что взгляд в эфире или слово в эфире может очень сильно менять ситуацию. Я там студентам, когда читаю, привожу такой пример, немного не про выборы, но про влияние СМИ. Мы там в середине, в конце 90-х говорили, что сюжет на Интере о недвижимости в Киеве мог поднять на 1% или опустить на 1% стоимость квартир. Ну, важность нашего слова очевидна, и точно так же для меня очевидна важность голоса. Может, вот такие аналогии сработают? Ну, аналогичная ситуация была у меня. Я разместил ролик, который мы только что посмотрели в сети Facebook, и пошли какие-то комментарии от друзей, от знакомых. И за кого голосовать? Несколько раз просмакивал такой вопрос, голосовать-то не за кого. Ну, я объяснил одним из ломов, объяснил свою позицию по этому поводу, и в большинстве своем люди, да, соглашаются. Это сначала на эмоциях, да, голосовать не за кого, все продажные, бестолкуя говорю, ну, вы хотите быть марионетками этих продажных политиков, ну, будьте ими, тогда не надо приходить голосовать, нет, все-все хорошо. Ну, да, я тогда приду, проголосую за тех-то. Ради бога, ребята, это ваш выбор, здесь я вам уже не советую. Главное, придите, проголосуйте. К соцсетям. Вы находитесь в информационном поле города и области, да, формируете новости, вы даете их. Вопрос. Предвыборную кампанию 2015 политологи называют самой грязной за всю историю проведения выборов в Украине. Согласны ли вы с этим утверждением и почему? Нет, не согласен и не знаю политологов, которые бы утверждали. На моей памяти мои первые выборы были в 1994 году и это я всего лишь только учился на журфаке и мои последние выборы, вот, были буквально, это выборы президентские, выборы Верховную Раду. Я скажу, что был период, когда выборы были очень грязным делом. Пиком, наверное, грязности выборов это был 2004 год президентский, когда, ну, мне, не знаю, посчастливилось или не повезло работать на пятом канале, который киевский, и тогда он был единственный фактически оппозиционный. И то, что происходило, это давление, которое было на медиа, и то давление, которое было на всех практически, кто участвовал в выборах, там, начиная от людей, которые шли голосовать, заканчивая, те, кто считал и так далее. То ощущение внутреннего страха, которое висело в обществе, и это было одной из причин, собственно, поморачивая революции. Вот такого ощущения после этого не было. Все выборы были более или менее, ну, чище, ну, потому что такого жестика реально не было. Вот, кстати, о грязных, чистых выборах. Вопрос от Ксении Якименко. Как понять простому гражданину, не связанному с политикой, где черный пиар, а где все-таки правдивая информация про того или иного кандидата? Тут вот эта грань между черным пиаром и черным пиаром. Иногда бывают вбросы даже со стороны кандидатов, да, типа, а вот сейчас напечатаю про себя какую-то гадость, а потом буду говорить, смотрите, про меня напечатаю. Да, да, да. Это тоже схемы. Надо обращать внимание на дела его, как, собственно, Иисус говорил, да, да, воздастся каждому. Точно так же с кандидатами. Посмотрите, а что они делают? Посмотрите, что происходило, если это чиновник, например, да, что он делал последние четыре года? Да, вот именно. Вот смотрите, вот последние там, грубо говоря, два-три месяца до выборов. Посмотрите раньше, кто этот человек, как он жил, чем он занимался и делайте свои выводы. Особенно, насколько он в своих мышлениях, в своих убеждениях, он их меняет постоянно? Он флюгер в жизни? Это уже подозрительно. Если человек имеет свою позицию, для меня позиция, ну, как бы, своя позиция – это одна из важных, важной ситуаций, потому что если человек каждый раз с новым человеком развивает и меняет, то так может он становиться вот этим ломом, о котором ты говорил, да, лидером общественного мнения. А какое у него мнение? Никакого. Потому что политик должен не только слышать, что хочет избиратель, но это лидер, который возьмет за руку избирателя, объяснит ему, почему мы туда идем, отведет, и там, как бы, что-то изменится в жизни. А если этого нет, если общая фраза – это человек. Это человек, который, ну, как по мне, должен уметь признавать свои ошибки, да, но мы все не идеальны, мы все можем придерживаться, мнение меняется, меняются ситуации, и человек может сказать, да, ребят, я вот тогда-то, тогда-то я был неправ. Сейчас, я думаю, по-другому. Это тоже хорошая качество. Это тоже дорогого стоит в политике. Ну, сегодня еще мы будем голосовать по новому законодательству, и избирателю еще стоит лишний раз объяснить, как правильно голосовать, и по этому поводу покажем нашим телезрителям тоже небольшой ролик. Будь уважною с выборчим бюлетнем. Після назви партії в ньому вказывается имя местного лидера, и лишь потом имя кандидата, что балотуется в вашем окружении. Если политическая сила набирает 5%, то лидер гарантово получит мандат. Галочку или крестик в квадратику ставите одночасно за партію, лидера и кандидата в окружении. Голосуйте грамотно! Ну что, в день выборов телеканал ТВ5 будет максимально информировать своего зрителя о том, что происходит. Расскажите, каким будет эфир, чем будет наполняться этот день? Мы хотели сделать так, чтобы зритель в любой момент, включая ТВ5, понимал, что вообще происходит в городе и области. Для этого у нас есть какой-то набор инструментов, которым мы будем закрывать этот эфир. Первый – это бегущая строка. В любой момент зритель включает, и он будет видеть самую свежую информацию, которая существует. Второй момент – это выпуски каждые 2 часа, начиная с 9 утра и до 17, последний дневной выпуск. 9, 11, 13, 15 и 17. Да, это будут выпуски, когда можно не только прочитать, что происходит, но и увидеть собственными глазами. У нас будет съемочная группа работать как в городе, так и в области. Мы, по-моему, единственные, кто имеет карпунты в области, и мы реально можем показать, какая ситуация там. И третье – наш любимый марафон, где новости будет вести Игорь Белышев, где площадка будет гостевая, и ее будет вести Андрей Богданович и Елена Зайцева. И самое важное – мы решили отойти от шаблона, что выборы – это настолько серьезно, что чуть ли не похоронное ощущение от марафонов происходит. Мы решили, что выборы – это, кроме всего прочего, изменения. А изменения, как правило, к лучшему – наше убеждение. И поэтому у нас там будет, кроме политиков, политологов, кроме обсуждений, экзит-полов, последних новостей, у нас еще будет юмор и музыка. Потому что это будет музыкально-информационно-развлекательное. И я надеюсь, что это будет что-нибудь особенное. Я вообще считаю, что выборы и политика в Украине давно уже превратилась, перешла из ранг просто политики в национальное развлечение. Политика – это развлечение номер один для украинского народа. Это главный сериал страны. Да, да. А выборы – это как бы вот такой апофеоз всего этого, этого развлечения. Это самый яркий момент, да. Вот, поэтому, то есть, ну да, это серьезный, конечно, шаг, но при этом, как бы, мы все надеемся на хорошее изменение. Некрасивое становится красивой, да, в этой серии. Вот это выходит замуж, да. Да, выходит замуж. Поэтому мы старались, ну, в таком смысле, в этом смысле, мы старались, чтобы зрителю было не только интересно, но и весело смотреть эфир. И, надеюсь, у нас получится. Сколько человек будет задействовано на телемарафоне, и было ли что-то подобное на региональных телеканалах раньше? Вопросы соцсетей. Нескромно было. Это было в ИПТВ, это было на Запорожском телеканале. Наверняка марафоны выборные проходили в других, ну, то есть, здесь нет какого-то там суперформата. Но в таком формате, наверное, первые. Нет, в таком формате, честно, мы пытались вспоминать с киевскими коллегами, с местными коллегами. Приходит, там, кому-то пришло на ум какой-то 94-й год, когда действительно на УТ-2 тогда еще был, что-то там про выборы было, и была музыкальная группа, которая выступала. После того мы не смогли вспомнить что-то подобное. То есть, можно сказать, что мы щупаем... Ну, это были стандартные ток-шоу, как бы, да? Дядки серьезные лица. Да, которые обсуждали результаты марафона. Игорь, твоя эфирная неделя, ты всю неделю ведешь новость, и хватит сил на выборный марафон? Ну, это интересно, а когда интересно, это адреналин, и тут... Тем более, паспорт у меня. Паспорт забрали, сказали, пока марафон не проведешь, никуда не уйдешь со студии. Хватит, конечно. Вопрос из «Контакта». Будут ли озвучены наиболее вопиющие факты и нарушения в рамках проведения предвыборной кампании в Запорожской области? Да, безусловно. Несмотря на то, что мы тут сейчас весело шутим, это все-таки дело серьезное. У нас будут команды, которые будут следить за тем, что происходит в городе области. Будут отдельные материалы подготовлены. Не дай бог, очень не хочется, чтобы эти выборы прошли неспокойно. Но если мы увидим, что такое, что-то подобное происходит, мы, конечно же, включимся и покажем практически с места событий, что происходит. Мы же, в первую очередь, новости и информационная редакция. Да, ну плюс будут подведены какие-то итоги того, как вообще происходила избирательная кампания, и, соответственно, будут упомянуты и нарушения те, которые были в ходе избирательной кампании. Давайте посмотрим еще один ролик по поводу марафона на ТВ-5 и узнаем, что же там будет в воскресенье 25 числа. Вы можете не голосовать, потому что ваш голос ничего не решает, но это не так. Я голосую, потому что хочу быть свободной человеком. Я голосую, потому что считаю, что если ты не голосуешь, ты должен молчать. Я голосую, потому что меня беспокоит сохранение мира в городе и стране. Если вы не голосуете для себя, проголосуйте для своих детей. Дядь голосовать один, або вместе с семьей, а и дядь. Я голосую потому, что это имеет значение. 25 октября приди на выборы, а после включай марафон «Виборы 2015» на ТВ5. Почувствуй важность своего голоса. 25 жовтня о 19-й године телемарафон «Виборы 2015» на ТВ5. Вы можете не голосовать, потому что ваш голос... А лучше голосуйте. Обязательно приходите и голосуйте. Кстати, поступают и пожелания к вам по марафону. Александра спрашивает и желает. Хотелось бы услышать о креативе штабов кандидатов и партий, который был в Запорожье и области, или компания была банальной серой, спрашивает Александр. Хотелось бы в марафоне услышать и сейчас. И сейчас. И сейчас. Проанализировать. Ну, честно сказать, не самая яркая компания. Она достаточно технологична. И это неплохо, потому что там не хочется никого обижать. Но часто региональный креатив – это то, что потом постят друг другу в Фейсбуке. Чисто поржать. Здесь видно было, что как минимум пару лидеров гонки действительно правильно вели компанию. Они доносили смыслы и доносили действия. То, как они смогли объяснить избирателям, что будет дальше, от этого очень многое зависит. Если их избиратель услышал, а мы это узнаем буквально 25-го числа, то 20.01, когда будет экзит-пол, если избиратель их услышит, это значит, что они получают кард-бланш на какой-то промежуток времени. И с этого момента они в какой-то степени становятся рабами этих избирателей. И очень бы хотелось, чтобы избиратель услышал, потому что мне кажется, что в то время, в котором находится сейчас страна и, в принципе, каждый город, еще на месяц или на полтора погружаться в продолжение избирательной кампании, очень бы хотелось, чтобы 25-го числа все закончилось в один тур, и можно было перейти к каким-то реальным делам и к реальным действиям. Да, а не креативист. Марина спрашивает, откуда вы будете брать информацию о нарушениях на избирательных участках? Есть масса источников, интернет. Вот наши корреспонденты, есть, будет, слава богу, наши коллеги-политологи будут проводить тоже марафон параллельно, и мы будем помогать друг другу это делать. Это институт Горошид Горшенина. Они будут мониторировать ситуацию со своей стороны, плюс милиция, СБУ, А международные наблюдатели ОБСЕ делают какой-то офис? Они не имеют права все равно говорить. То есть их выводы... Они могут только фиксировать, да. Они отправляются в ОБСЕ и делается общий отчет. Поэтому мы не сможем спросить, что конкретно они нашли, но есть общественная организация, которая будет проводить мониторинг, и мы к ним тоже будем обращаться. Ну, плюс к этому есть огромное количество активистов, которые будут в любом случае следить, и для этого есть те же соцсети, да, где тут же человек пришел, где-то проголосовал, заметил нарушение, и, как правило, опыт уже предыдущих выборов... Да, и отправил нам. И так тоже, да. В 21 век на дворе, это действительно сейчас что-то утоить очень сложно. И я верю в то, что зрители, когда увидят, ну, как мы работаем, в этот день будут нам присылать в том числе и вещи, которые они смогли зафиксировать на фото, на видео, на мобильный телефон. Мы их будем показывать, и таким образом тоже будем бороться за то, чтобы каждый голос был учтен, и никаких там игр с голосами избирателей не было. Ну, а постфактум у нас будет много гостей еще, опять же, представители тех же политических сил, политологи, активисты, которые затем уже в ходе нашего марафона расскажут о том, какие были нарушения в ходе этого. Поэтому, дорогие телезрители, заходите в наши группы в соцсетях 25-го числа, во время марафона выбора 2015. Пишите нам или о фактах нарушения, или о процессах, которые происходят во время выборов. Мы будем об этом обязательно говорить. Новости, музыка, юмор, гости. Будут ли включения из других городов, там, скайпы, с, не знаю, с киевскими политологами, с другими городами? Да, в первую очередь нас интересуют, конечно же, регионы нашей области. Затем мы будем включаться из пресс-конференции и марафона Института Горшенина, поскольку там будет тоже часть экспертов придут к нам, но эфир не резиновый, и мы постараемся каким-то образом балансировать между теми экспертами, которые будут у них, и теми, которые придут к нам. И понятно, что для нас важно, что происходит в других городах. Есть основные города, которые, ну, я думаю, бесспорно, это Днепропетровск, это Харьков, это Киев, ну, это Львов и это Одесса. Это там, где, я опять же хочу еще раз сказать, дай бог, чтобы все прошло чисто, но это там, где могут быть и от выборов в этих регионах зависит, в принципе, направление страны, и мы тоже об этом будем рассказывать. Ну, а наша коллега Татьяна Ищук вышла на улицы города с вопросом, пойдут ли на выборы горожане, и главное, чего ожидают все от этого дня, от голосования. Давайте посмотрим. Право выбора дано каждому гражданину в нашей стране, но воспользуются ли запорожцы этим правом на предстоящих выборах, сейчас узнаем. Скажите, вы пойдете на выборы? Не очень, не хочу, нет. Почему? Не вижу смысла в этом никаком. Думаете, ничего не изменится? Не то, что ничего не изменится, там уже все без нас решили, и так все. Ваш голос, в принципе, ничего не решает? Ничего не решает, я в этом уверен. На выборы, да, пойду. А зачем? Чтобы голосовать. Как вы думаете, что-нибудь изменится? Я думаю, скорее, да, изменится, возможно. В лучшую сторону или нет? Ну, по крайней мере, в лучшую сторону. Обязательно. А зачем? А как зачем? Я должна проголосовать, чтобы мой голос не пропал. Люди сознательно подходят к такому процессу, как выборы. Пойду. А зачем? Для того, чтобы мой голос не пропал, и для того, чтобы я не винил никого, кроме себя. Если жизнь в стране не будет улучшаться. Не знаю, знаете, под сомнением. Конечно, пойти, потому что мой голос кому-то отдадут. Муж говорит, обязательно надо идти. А как вы думаете, что-то изменится? Абсолютно ничего не изменится. Это мое мнение. Просто пойти надо. Ну, обязательно пойти надо. Обязательно. Обязательно. Нет. А толку смысл в этом есть? Нет. Почему? Потому что я не гражданка Украины. Аргумент железный, кстати. Пойду. А зачем? Выбрать. Кого? Нет. Кого не говорите, это будет незаконно. Почему пойдете? Хочу. Чего хотите? Что-нибудь хорошего. Ой, я хочу чего-нибудь хорошего. Как вы думаете, после выборов что-то изменится в нашей стране? Надеюсь. А что? На то, что изменится к лучшему. Нет, потому что тут не зарегистрирован. Да, я тоже. Я в Запорожье не прописан. Но город отличный. Нет. Блин, это такая крутая штука. Это так по-женски. Вы подите на выборы. Нет, спасибо. Почему? Не хочу. Да. А зачем? Потому что мне приказал врач ходить. Просто ходите и выдумываете, ай, пойду я на выборы, да? Да. Хорошо. А как считаете, что-нибудь изменится после выборов? Посмотрим, не знаю. Пойду. Зачем? Ну, затем, чтобы моим бюллетенем никто не воспользовался. Хотя бы за этим. Хорошо. Как вы считаете, что-нибудь изменится от вашего голоса? Ну, вообще-то, такое уныние после происходящих событий, я не знаю, изменится что-то или нет. Но считаю, что на выборы идти надо. Хотя сама не определилась еще. Добрый день. Николай не ходил. Почему? Потому что выборы – это для дурных. А что для умных? А для умных нужно жить нормальной жизнью. На выборах не поживешь, да? Нет. Столько кандидатов, столько депутатов, и все обещают райскую жизнь. Я прожил 75 лет, и где моя райская жизнь? Пойдем. А зачем? Как зачем? Голосовать. Голосовать будем. Что-нибудь изменится от вашего голоса? Не изменится ничего. Я думаю, ничего не изменится. Нет. Почему? Не хочу. А еще не хотите? Не верю никому. А мне верите? Вам обязательно. Спасибо, приятно. Пойду. Зачем? Для выборов. Как считаете? Я хочу жить в нормальной стране. Скажите, а вы пойдете голосовать в нарядной одежде или так, в черном? Ну, как? Я думаю, в черном так обычно. С выбора не праздник, да? С конечным счетом в нашей стране это настолько часто? Для тех, которые будут избранными. Честно говоря, даже не задумывался над этим. Ну, да нет, наверное, обычной повседневной одеждой. Как считаете, если бы выборы были праздником, больше бы людей приходило? Я думаю, что если бы выборы были праздником, по-прежнему, то, конечно, народу приходило бы больше, потому что на праздник всегда идешь с открытой душой, с гарантированным ожиданием чего-то лучшего. А на сегодня, на выборы, которые являются событием, идешь с опаской, как бы не было хуже. Мы с вами сейчас, в принципе, нашли решение, как заманить людей на избранные участки. Нужно устраивать этим праздник. Знаете, раньше ходили, это был праздник. А сейчас идешь просто отдать долг и все. Как вы считаете, если бы мы возобновили эту традицию выбора праздник, было бы лучше? Конечно, конечно, конечно. Я хотела бы в свое детство вернуться, когда мои родители ходили, накрывали столы, и все нормально было. Хороший комментарий. Я бы хотела вернуться в свое детство. Наверное, я бы хотела туда вернуться. Ну, в смысле, не в ее детство, а в свое. Ну, нет, не буду нарядное делать. Почему? Для вас выбор не праздник? Праздник. Ну, так тоже нормально. Наверное, парад надену, одену свои кроссовки парадные и пойду. Хорошо, то есть для вас выбор это праздник? Для меня? Нет. Нет, нет. Ну, не праздник. Для нас это не праздник. Ну, а как же? Я должен как раз идти, прическу сделать. Все. А выборы как на праздник? Обязательно, обязательно пойду нахуй. Первая причина, по которой нужно идти на выборы, это возможность хоть как-то повлиять на власть. Вторая причина, это то, кого мы выберем, от этого зависит наша дальнейшая жизнь. Третье, почему нужно пойти на выборы, это выражает вашу гражданскую позицию. Во-первых, ее наличие. Во-вторых, то, что вам не все равно, что творится в нашей стране и в нашем городе в частности. И четвертое, это чем больше придет людей на избирательные участки, тем меньше риск фальсификаций. Но, конечно же, идти или не идти на выборы зависит только от вас. Ну что, а для вас выборы – это праздник? Да. Наряжаться будете? В марафон, конечно. Он так точно упал. Поэтому будем, что ж, как же. Интересно звучит, на выборах выбора нет. Я в любом случае буду наряжаться. Интересную закономерность, да, Сергей, ты заметил во время просмотра «Блица», что старшее поколение в большинстве своем… Ответ однозначный, да. …идут на выборы. А молодое, ну вот странно, казалось бы, вся жизнь впереди, есть возможность пытаться влиять на свою жизненную ситуацию. Нет, не пойду за счет. Да, это не странно, потому что революцию делали молодые, да, и изменений хотят молодые в этой жизни. И в то же время они не хотят идти на выборы, становятся пассивными. Ну такой парадокс. Почему-то отдают возможность изменить жизнь. Старшего поколения. Самый такой обидный ответ, а толку. Ну, то обидно. Согласен, да. Поэтому мы все вместе не агитируем за каких-то кандидатов, но агитируем обязательно 25-го числа прийти и проголосовать на местных выборов за руководителя города и за партии, которые будут руководить городом и область. То будет, если мы не будем правоознавать. Да, значит, точно. Да, уже вечером, после того, как вы проголосовали, включайте ТВ-5 и наш телемарафон «Выборы 2015». И узнаете, к чему привели ваше голосование. Ну мы будем заканчивать, потому что скоро футбол и скоро итоговые новости на ТВ-5. И важное уточнение. Программа «Разговор» в следующий раз в эфир выйдет в понедельник, 26-го числа. В пятницу эфира программы «Разговор» не будет. Мы с Наташей посоветовались и решили, что это последний день политической агитации. И говорить не о политике как-то и других тем особо нет, а говорить о политике мы не хотим. Мы начнем день тишины программы «Разговор» уже сегодня. Поэтому до встречи в понедельник, хорошего вечера. До свидания. До понедельника. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин